Наша съемочная группа накануне вернулась с важного политического события Большой пресс-конференции президента России И если о вопросах, например, внешней политики Подробно можно было узнать из материалов федеральных СМИ То Павел Яндавицкий сфокусировал свое внимание на темах, которые наиболее актуальны для нашего региона Репортаж из Москвы В центр международной торговли приехали более полутора тысяч российских и зарубежных журналистов Большая пресс-конференция длилась без малого 4 часа Владимир Путин отвечал на самые разнообразные вопросы Но чаще всего, пожалуй, главу государства спрашивали о внешней политике и экономике За последние месяцы мы наблюдаем очень скромный, но все-таки рост реальной заработной платы В реальном секторе экономики И это в целом настраивает нас на такой позитивный лад, который вселяет определенную уверенность И в том, что движение будет положительное и в ближайшей перспективе На видеостене флаги регионов России, на видном месте и символ Ставрополья Если говорить о вопросах, которые напрямую касаются нашего края То здесь можно выделить тему сельского хозяйства И в частности, поддержки сельхозмашиностроения Сельхозмашиностроения демонстрируют очень хорошие темпы роста Мы должны ориентироваться на то, что и сельхозмашиностроения, и другие отрасли промышленного производства Будут жить не на субсидиях государства, а на естественном спросе Как можно обеспечить этот естественный спрос? Поднимая развитие самого сельского хозяйства Здесь у нас тренд весьма положительный 4 с лишним процента роста самого сельского хозяйства И уверен, в связи с ростом доходов в сельхозпредприятии будет расти и спрос Таким образом будет поддерживаться и сельхозмашиностроение Есть в росте сельхозпоказатели и заслуга нашего края Более 10 миллионов тонн таков вклад Ставрополя в общероссийский каравай Вес которого, отметил президент, почти 120 миллионов тонн Владимир Путин поблагодарил селян за их нелегкий труд Отличные показатели Я хочу поблагодарить селян за эту работу, за этот результат И хочу отметить, что ничего подобного в новейшей истории России, конечно, не было Журналисты из Иркутской области после произошедших там массовых отравлений Спиртосодержащими жидкостями спросили у президента, как будет решаться эта проблема И будут ли повышены акцизы на технический спирт Тема, пускай и в меньшей степени, но актуальна и для нашего региона Ее недавно обсуждали в студии программы своего ТВ на злобу дня Правда, на Ставрополе, к счастью, обошлось без моментальных летальных исходов Но врез здоровью такие лосьоны, средства для ванн или дезинфицирующие жидкости Наносят их любителям колоссальный Вопросы, связанные с повышением акцизов и другие меры, которые правительством предложены Я считаю правильными, но запоздалыми, к сожалению Надо было раньше это сделать И вот эти ссылки так называемого, в данном случае, так называемого мелкого бизнеса На то, что парфюмерные изделия подорожают Там всякие моющие средства подорожают Мы должны признать после таких трагедий Что эти ссылки не являются достаточным основанием для того, чтобы этого не делать Вы знаете, наверное, что пару дней назад я дополнительные поручения правительству дал Вот сейчас мы видим эту реакцию Надеюсь, что все это в комплексе Произведет необходимый Даст нам необходимый результат по сохранению жизни и здоровья наших граждан К слову, наш край на пресс-конференции представляли почти 10 сотрудников различных СМИ Вопрос президенту удалось задать коллеге из Пятигорска Она спросила о запрещенной в России террористической организации ИГИЛ Вернее, о ее распространенном названии Ответ главы государства был лаконичным Здравствуйте, Владимир Владимирович Меня зовут Армина Айрапетян Кавказ сегодня Северокавказский федеральный округ Пятигорск Вопрос следующий Сейчас все мировое сообщество борется с террором И в первую очередь с международной террористической организацией Которая называет себя исламским государством К сожалению, многие в России, повторяя их самоназвание Также называют их И в первую очередь в средствах массовой информации Но мы все понимаем, что террор не имеет никакого отношения Ни к исламу, ни тем более государственности Как вы считаете, не было бы логичным и правильным Запретить хотя бы в средствах массовой информации Употреблять словосочетание «Исламское государство» Спасибо Вы работаете в каком? В Кавказ сегодня Кавказ сегодня Вам можно что-нибудь запретить? Мне кажется, что это просто абсолютно беспреспективно Хотя я бы предпочитал, чтобы действительно В Суе не употребляли ислам рядом с террором Здесь вы правы После пресс-конференции журналисты еще долго не покидали Холл-центры международной торговли Выходили в эфир, обсуждали слова президента И делились своими впечатлениями Наш президент, как всегда, очень тонко и очень глубоко Сказал обо всех сферах жизни Очень много интересных вопросов и тем поднималось Я думаю, что софинансирование дорожного строительства Федеральное софинансирование Ужесточение норм по жестокому обращению с животными Сельское хозяйство Все эти темы, они могут найти применение и в Ставропольском крае Во-первых, президент поднял массу вопросов, как внешней, так и внутренней политики А вообще, мое мнение, что региональному журналисту очень полезно побывать на таком мероприятии Очень важно вживую послушать президента Очень важно услышать вопросы коллег из регионов Чтобы узнать о том, что происходит в стране, чем живет страна И очень важно узнать, что об этом думает сам глава Севастопольского Вот такие мнения у моих ставропольских коллег А завершилась пресс-конференция на позитивной ноте Владимир Путин поздравил собравшихся с наступающим Новым годом Павел Яндовицкий, Николай Попов, Ставропольское телевидение, Москва